Мадридский Реал подпишет Кильяна Мбаппе и избавится от Венисиуса Джуниора. Ромелу Лукаку собирается в Саудовскую Аравию. Калвин Филипс перешел в Вестхэм. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Левый защитник Реала Ферлан Миндини заинтересован в смене клуба в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Футбол Испана со ссылкой на Марка. По их информации, представители игрока обороны будут делать все, чтобы их клиент остался в мадридском клубе и продолжил выступление за сливочных. Француза не пугает возможный переход в Реал, левого защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. Француз готов бороться за место в стартовом составе мадридцев. Ферлан выступает за Реал с 2019 года. Калвин Филлипс стал игроком Вестхэма. Об этом сообщает Фабрицо Романо. По его информации, вчера игрок прилетел в Лондон для прохождения медобследования и подписания контракта. Ман-Сити полностью согласовал переход Филлипса в Вестхэм на правах шестимесячной аренды. Молотобойцы смогут рассчитывать на Хавбека уже в ближайших матчах. Филлипс перешел в Манчестер Сити летом 22-го и злится за 49 миллионов евро. Миланский Интер близок к достижению окончательной договоренности с нападающим порту Мигдита Реми о его подписании на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицо Романо. По информации источника, боссы Интера и представители футболиста практически договорились о двухлетнем контракте. Соглашение будет предусматривать опцию продления еще на один год. Сторонам осталось уладить некоторые вопросы по оформлению сделки. Ювентус заинтересован в трансфере полузащитника Аталанты Тена Капмейнерса. 25-летний игрок, приоритетная цель Бенканери, сообщает инсайдер Джан-Лука Ди Марцио. За футболиста готова предложить 40 миллионов евро и бонусы. Ювентус не намерен форсировать сделку и хочет оформить ее летом. Активные контакты с Аталантой начнутся после закрытия зимнего трансферного окна. Бавария не планирует увольнять главного тренера команды Томаса Тухеля до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Керри Хау у себя в Твиттере. По его информации, руководство и футболисты мюнхенского клуба не сомневаются в профессиональных качествах 50-летнего специалиста. Бавария целиком и полностью доверяет Тухелю на данный момент. Однако прорабатывает вариант с приглашением наставника Байера Хаби Алонса в случае неожиданного ухода немца этим летом. Тухель возглавляет Баварию с марта прошлого года. Нападающий Челси Ромело Лукаку, который выступает на правах годичной аренды за Рому, высказался о перспективах чемпионата Саудовской Аравии. Думаю, в ближайшие два года Саудовская профессиональная лига станет одной из лучших лиг в мире, если не самой лучшей. Все саудовские клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь сюда известных футболистов. Они значительно совершенствуются. Их первенство имеет все шансы стать лучшим соревнованием в мире, приводит слова Лукаку Фабрицио Романа. Исходя из этих слов, можно предположить, что после окончания аренды в Роме, игрок собирается перейти в клуб из Саудовской Аравии. По сообщению Футбол Италия, Челси оценивает Лукаку в 43 миллиона евро. Также они отмечают, что на Ромелу продолжает претендовать Аль-Хиляль. Представители саудовцев выйдут на бельгийца предстоящим летом и предложат ему двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро. Манчестер Юнайтед хочет заработать на продаже игроков этим летом. По данным iNews, МЮ собирается в летнее трансферное окно продать футболистов на 100 миллионов фунтов. К примеру, в клубе из Манчестера рассчитывают выручить хорошую сумму за Мейсона Гринвуда, который в данный момент выступает за Хитафи. Кроме того, красные дьяволы могут расстаться со Скоттом Мактоминеем и продать воспитанников Ганнибала Межбри и Альвара Фернандеса, которые играют в аренде. Отмечается, что Юнайтед также готов расстаться с Аароном Вен-Бисакой, Казимира, Антони и Джейданом Санчо. Нападающий ПСЖ Кильян Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и подписать контракт с Мадридским Реалом, сообщает Билд. По информации источника, Мбаппе перейдет в стан сливочных этим летом. Одним из главных факторов стало то, что француз в составе мадридцев сможет выиграть Лигу Чемпионов. Также, по сообщению Diario Sport, Венисиус Джуниор может быть продан в случае перехода Мбаппе в Реал. По информации источника, для президента сливочных Флорентино Переса лучшим игроком мира является Мбаппе. Его приход в команду отодвинет Венисиуса на второй план. Отмечается, что Мадрид даже может рассмотреть продажу звездного бразильца. Вырученные деньги позволят клубу подписать Мбаппе с наименьшими финансовыми потерями. Вини находится в Реале с 2018 года. Челси в текущее зимнее трансферное окно может подписать нападающего Ньюкасла Калма Уилсона. Об этом сообщает журналист Жак Тальбо у себя в Твиттере. По его информации, лондонский клуб находится в поиске качественного форварда, который даст результат здесь и сейчас. Для подписания Уилсона боссы аристократов готовы сделать исключение в политике подписания игроков не старше 30 лет. В конце февраля английскому нападающему исполнится 32 года. Отмечается, что Ньюкасл оценивает игрока примерно в 21 миллион евро. Челси считает данную сумму справедливой. Немецкий Байер арендует форварда Бетиса Борху Иглесиаса. По данным журналиста Sky Sports Патрика Бергера, речь идет об аренде с правом выкупа за 8 миллионов евро. В этом сезоне Ла Лиги Иглесиас еще не забил ни одного гола, поучаствовав в 11 матчах. Полузащитник Антверпена Артур Вермерен вчера прилетел в Мадрид. Об этом сообщает Фабрицо Романо. По его информации, 18-летний футболист прибыл в Испанию для прохождения медобследования и подписания контракта с Атлетико Мадрид. Ранее стало известно, что мадридцы договорились с Антверпеном о полноценном трансфере игрока за 22 миллиона евро плюс дополнительные бонусы. В нынешнем сезоне Вермерен провел за Антверпен 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью голевыми передачами. Во время матча 13-го тура чемпионата Германии главный тренер Униона Нина Тбилица толкнул в лицо футболиста Баварии Лероя Сане. На 75-й минуте игры у скамейки запасных гостей произошла потасовка, когда Билица толкнул Сане, который пытался отнять у тренера мяч, чтобы быстрее ввести его в игру. По итогам эпизода тренер получил красную карточку. Я просто хотел быстро вернуть мяч, чтобы начать следующую атаку, а потом все пошло наперекосяк, и он ударил меня по лицу. Но я не держу зла и уже забыл об этой сцене. Насколько я знаю, он был немного эмоционален после эпизода в нашей штрафной. В любом случае, главное, что мы взяли три важных очка. Приводят слова Сане Билд. А Билица заявил, что не собирается извиняться перед Сане. Буду ли я извиняться? Только перед своей командой, но не перед Сане. Он подошел ко мне, чтобы спровоцировать меня. Конечно, я отреагировал не так, как должен реагировать тренер. Мне нечего добавить, сказал хорватский тренер. А позже стало известно, что немецкий футбольный союз дисквалифицировал тренера на три игры и наложил штраф в размере 25 тысяч евро.